Надо ещё, наверное, Roll20 открыть, правильно? Да, было неплохо. Ну, дай ссылку. В D&D кинем. Вау. Так. Вы, четверо героев, которых ведёт дорога приключений, попадаете в городок, называющийся Фонд. Вы решили отдохнуть в таверне и оказались все за одной барной стойкой. Поскольку лишь начало дня, в таверне сейчас немного народу. Вы сидели друг с другом, ожидая бармена. Можете представить себя другу, если вы не знакомы. Ах, какой прекрасный день. О, вы тоже тут. Всем привет. Меня зовут Серенат Длинназад. А вас как зовут? Ну, привет, Серенат. Меня зовут Сузуя Джуза. Я ворюга. Вот это да. С тобой надо быть поаккуратнее. А я, кстати, Барт забыл представиться. К тому же, полуэльф. Если вы слышали о таких, могу вам сыграть что-нибудь, если хотите. Ну, давай, сыграй. Да не-не, сейчас не время. Я вижу с нами еще двое странников. Дадим им представиться. А меня зовут... А меня зовут Соня. Слушай, Серенат, а почему у тебя такая странная фамилия? Ну, разве ты не видишь? Ладно, сделаю вид, что ты не заметила. Я встаю из-за барной стойки и показываю всем на вид просто свой шикарный оттянутый длинный зад. Я удивлен. Я немножко смутилась. Я еле вижу одним глазом. Я хочу украсть его зад. Я подхожу к демонической сущности и зад прямо ей в лицо тычу, чтобы она рассмотрела. Я поднимаю свою вот эту маску и смотрю двумя глазами. Один слепой, но он все равно это даже увидел. Руто, говорю. Что ж, надеюсь, у вас не осталось сомнений по поводу моей фамилии. Я сажусь обратно. Так как вас зовут, странники? Вы не представились. А я представилась. Блин, я не услышал. Нет, ты спросил такое. Нет, я сказал. Меня зовут Соня, а фамилия моя Подтяшкина, потому что у меня крутые подтяжки. А еще я полуродслик. Я наклонился, чтобы услышать. Если вы что-то слышали о тифлингах, то я тифлинг. И меня зовут Тирай. Просто. Без фамилии. Потому что один мой родственник обосрал мою фамилию. И я теперь ее нигде не использую. Печально. Да, печально. Плохой родственник, наверное. Надеюсь, ты все-таки в дальнейшем сможешь приоткрыть завесу тайны и рассказать нам о своем происхождении и о своей фамилии. Кстати, что это у тебя за бирка на ухе? На роге, точнее. Она дана мне при рождении. То есть, когда ты была совсем еще малышкой, бирка была такого же размера, верно? Да, когда я была. Это, извините, произошел, как это сейчас модно говорить, мисс Генбер. В этом варианте вам подходит бармен и спрашивает. Вам что-нибудь подать? Да, конечно. Моим новым, новоиспеченным друзьям. Кстати, что вы будете? Можно, пожалуйста, кружку теплого молока? У нас нет теплого молока. А мне тогда холодное молоко. У нас нет холодного молока. Может, я расскажу, что у нас есть? Хорошо, подайте моим гостям молоко средней температуры. У нас нет никакого молока. Даже соевого. Даже козьего. Может быть, козьего? Так, вот вам меню. Он протягивает вам меню, где написано, что есть из напитков эль, сок, вино, из еды суп, салат и мясную рагу. Так, мне, пожалуйста, бокал самого вкусного вина. О, и мне тоже. Присоединяюсь. А суп с чем? С мясом. Мне тогда супа. Какого нахуй супа? А деньги у вас есть? Я могу отплатить за них прекрасной песней. А ну-ка, а ну-ка, спой. Я стою на барную стойку и... Давайте так, давайте так. Если споешь песню и она не понравится, то взамен я дам вам всем четверым прекрасное гоблинское пиво. Такого больше нигде не попробуйте. Они представляют его только мне. Оно стоит того. А как же наш заказ? Три бокала вина и суп? А это с собой вам заверну. Ну, если очень хорошая песня. Ну что ж, Ренат, пой. Ну что ж, я постараюсь, я постараюсь на Славу. Я встаю на барную стойку. Еле-еле вообще вмещаю свой огромный длинный зад. Шикарнейший. На барную стойку и начинаю петь. Начинаю петь, в общем, красивую песню. Неистовой красоты, просто невероятной. А петь будешь? Не, я боюсь придумать что-нибудь. Я хотел, я думал, типа, ну такой думал, да ну не, пизду. Загугли быстренько. Да не, какой, блядь, загугли? Что я тебе загуглю, нахуй? Через час GPT, блядь, что проверить? Спой, что знаешь? Нет. Я пою песню, блядь, вы не поняли? Кинь кубик на выступление. Это на ролл 20, да? Да, да. Со сложностью 12. Не бьется. 16. У меня плюс есть какое-то выступление? У тебя вон уже должно быть накинуть по идее. Я просто 20 кинул, без ничего. А, нет, так ты, этот, зайди к себе на страницу персонажа, и там есть именно выступление. Окей. Окей. Как это называется? А ты, пиздела, переведи, наверное, русский просто. Там есть выступление. Еще. Прямо. Оно под выживанием. Блядь, не переводят, подожди. Под выживанием сейчас я по-английски найду. У меня под выживанием ничего нет, последнее. А, начни. А пока я Тимура ищу, там можешь объяснить, как кидать? Заходите к себе на страницу, открывайте его на ролл 20. Ну и смотрите на страницу, у вас есть всякие эти... Типа, скиллы. И просто на них надо нажать, чтобы кинуть в игру. Подожди, блядь, почему у меня не переводится? Я перезагружу, погодь. И он еще, короче, кидает этот сайт... Это сайт, короче, кидает почему-то по два кубика. Будем первый засчитывать. Так, ладно. Еще раз, как? Какой? Выступление. Попробуй, чтобы ты что-то заработал, типа, на английский, а потом обратно на русский. Да у меня все заработало, я не вижу здесь выступление просто. Убеждение, религия, ловкость рук, скрытность, выживание, восприятие. У меня здесь выступление. Выживание есть последнее. Вот это неурядица у нас возникла, говоря всем. Кубик не могу найти. Так, давай. Давай. А как это? Ладно, давай это просто на харизму. Кубик. Двадцать. Критический успех. Но это не два штука, скорее всего, там прибавилось теперь. Ладно. Так, теперь нужно все вернуть обратно. Там харизм плюс пять, не два кубика, понял? 15 это сколько в кубике, а 20 это с плюсом. Понял? Нет, нет, это не так. Это, короче, этот сайт кидает какого-то хуя, типа, два кубика это сразу. И мы просто будем брать первый, который выпадает. Ладно, окей. Потому что если навестись, там будет написано формула, по которой так получилось. Там просто дворкую кинут. А, вижу, да. Так у меня 15 плюс 5. А, и 10 плюс 5. Я понял всё. Это, наверное, для, типа, помехи не для преимущества. Да, 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 да. Так. О, какая красивая песня! Ну, ладно. Забирайте. Сейчас. Вот вам пиво я сразу разолью. Попробуйте его. А остальное я вам с собой дам. Я встаю и хлопаю сиренаду. Ладно. О, спасибо, спасибо, не стоит, не стоит. Это было невероятно сиренад. Я лучшей песни в жизни не слышал. Так, ну не стоит, не стоит. А я пропустила всю песню мимо ушей, потому что засмотрелась на невероятно длинный зад. Сиренада. Вдруг в таверну вбегает девушка и слёзно кричит. Кто-нибудь на помощь! Дезмол пропал! Я её игнорирую. Сразу же после этого вы слышите разговор тех людей в таверне. О, опять этот дебил какую-то передрягу попал. Ну, конечно, он же сын мэра, денег есть ума не надо. Странно. Раз он сын мэра, чего бы стражей его не искать? Я стою здесь под барной стойки, подхожу к Миледи и говорю, Миледи! Миледи невероятной красоты! Почему вы так нерадостны? Расскажите поподробнее вашу историю, пожалуйста. Дезмол, мой парень, часто сражается с гоблинами. Подождите, подождите, подождите. Пройдёмте к барной стойке. Ладно. Вот вам кружка гоблинского пива, чтобы не так горько было рассказывать. Гоблинского? Фу, я такое пить не буду. Я убеждаю её в том, что это толпащая. Я хочу её обыкрасить. Я ненавижу гоблинов и всё, что с ними связано! Подождите, но пиво есть пиво. С гоблином никакого отношения оно не имеет. Это же просто напиток. Расскажите, что оно гоблинское пиво. Я не знаю, это мне бармен сказал, но я попробовал, оно невероятно вкусное. Вы только попробуйте. Пригубите, так сказать. У меня нет времени сидеть тут! У меня беда случилась! Ну хорошо, рассказывайте, присаживайтесь. Между нами всеми. Дэзмол, мой парень, часто сражается с гоблинами, которые только и делают, чтобы вредят нам. Он самый опытный в этом человек в городе. Но сегодня он не вернулся! Помогите! Я ещё одену догнать, или что? О, прекрасная девушка! Я вам помогу, если вы щедро платите нашу помощь. У меня не так много денег. Но можно сходить к мэру. Это его отец. И, возможно, он даст вам денег. Я не знаю. А титул даст? Нужен ещё титул. Это я не знаю. Тогда я подумаю. Не стоит мне оплачивать золотой монетой. Мне всего лишь нужна ваша рука и сердце. Блин, Сирената, она же парня потеряла. Ты чего? А мы пойдём его искать. Извините, но моё сердце занято. А парень красивый у вас? Очень невероятной красоты. Вот когда он уходил, он был в доспехах с семейным гербом, двуглавой мантикорой. Отлично. Тогда мы можем обсудить моё предложение втроём. Пойдёмте его искать. Ну. Расскажите, где последний раз увидели вашего парня? Вашего молодого человека? Он ушёл, как всегда, в лес. Я не знаю, куда он точно там ходит. Он сын мэра. Я пыталась упростить его отца отправить стражу искать. Но меня не слушают. Его, похоже, всё ещё совсем не заботит его сын. Я вынуждена обратиться к вам только. Я внимательно слушала этот разговор и спрашиваю остальных. Слушайте, а вы не думаете, что всё это жуткая ловушка? Потому что странная дама хочет, чтобы мы ей помогли, даже не зная нас, найти какого-то мужика левого? Я в очаге? Мне даже всё что-то странно. Мне лично плевать. Я пойду куда угодно за задом динозада. Я готов умереть за песни Серенада. Я готов помочь милой леди отыскать её парня и обсудить моё предложение на троих. Так что отправляемся? Новоиспечённая команда. Может, вы сможете мэра убедить? И он что-нибудь придумает тоже. Ну, ты же сказала, что ему наплевать на сына. Ну, у меня не получилось. Ну, как хотите. Ну, мне главное, чтобы получилось спасти Дезмола. А мой парень... Тирай, какой у вас мужественный голос. Спасибо. У вас такие большие мускулы. Вы такой... Такой очаровательный. Мускулиный. Спасибо. Я поражаюсь. Я поражаюсь вашей силе, честно говоря. Я ещё ничего не сделал, но спасибо. Ну, даже ничего не делая, вашу силу видно. Это видно издалека, насколько вы сильный, мужественный храбрец. Угу. Угу. Пойдёмте. Я очень резко хочу помочь. Да, давайте. Водушевел. Ну что, бро, подождите, а пиво не допили? Да и хусь. Собой же, с собой же, это, завернули. Нормально. Ну, ладно. Можете записать, что вы там заказывали, чтобы не забыть, что у вас есть в комментариях. Ну, тогда уж давай не бокал, а кувшин вина, ебать, на всех. Ну, типа, ну да. Блять, куда записать? Ну, можешь вот в... Я запомню похуй, я запомню. Дебилу, там, вот, нот. Ну, дебилу, короче, можешь писать. Окей. Стефания отвела вас к дверям мэрии, где стоит стража. Подходя к ней, вы слышите от них... Добрый день, путники! Что вас сюда привело? Нам надо к мэру поговорить о его сыне. Стражники переглядываются, один из них кивает в сором и говорит... Хорошо, проходите, я вас провожу. Почапали. Ух, какая же огромная мэрия. Какой же длинный коридор. Куда же они нас ведут? Один из стражников, сопрождая вас, к мэру, говорит... Опять этот недорыцарь куда-то вляпался. Вооружение-то у него хорошее, да вот только бы его опыта маловато. Если бы не его магически ожерели, то... То он бы давно откинулся. Я подхожу к стражнику и говорю... Последи за своим языком. Перед тобой возлюбленная этого рыцаря. Не смей про него так говорить в ее присутствии. Жерелье? Что за жерелье? Да, знаешь, сегодня возлюбленная, завтра уже невозлюбленная. Это уже меня не касается. Я говорю, ну, разумный мужик. А жерелье? Да не знаю, цепь какая-то. Думаю, помогает драться лучше как-то. Да он ее мне не показывал. Стражник доводит вас до кабинета мэра и отворяет вам двора... ДВЕРЬ! Пропускаем внутрь. Вам нужно опять перекинуть... Стражник говорит... Сэр, к вам пришли! Обращаясь к мэру. Ну вот, садимся. Мэр, одетый в деловую одежду, с серьезным видом говорит... Приветствую вас. К какому делу вы пожаловали? Здравствуйте, господин мэр. У вас такая благородная старина, вы так хорошо сохранились в свои годы. Спасибо, спасибо. Что вы хотели? Какая-то странная дама привела нас сюда, сказала, что пропал ее возлюбленный. Это мне ни о чем не говорит, тут столько людей пропадает. А также ваш сын. А, Дезмал. Он и раньше пропадал на несколько дней, поэтому я не вижу смысла тратить финансовые и детские ресурсы города на его поиски. Я начинаю злиться, вскакиваю на стол и говорю деду, Черт старый, это твой ребенок, как ты можешь такое говорить? Я не только сын этого охотника на гоблинов, но и мэр этого города. Им нужно заботиться о куче таких же людей. Я говорю, подождите, вы сын, вы же отец. Да, я оговорился. И я это признаю. Гаснуйте за меня. Ну и... ну и черт. Ой, я сладу со стола. Обратно на стол. Подождите, но это же ваша родная кровь. Вы можете его просто переубедить... Вы еще пытаетесь его переубедить или что мне? Там проверку... Мы пытаемся инфу выводить в него. Не-не, давай переубедить. Давай. Кто будет переубедить, кого больше? А у кого больше это? У меня убеждение топ. Я покажу и говорю, как вы можете говорить о вашем сыне в таком ключе. Это же ваша родная кровь. Неужели вы не заботитесь о нем? Расскажите, пожалуйста, все, что знаете. Мы попытаемся его спасти, если это еще не поздно. Кинь проверку харизмы сложен 22. А с чем, блядь, с преимуществом или с чем? Просто здесь харизма сохраняя харизма написано. Я на харизму нажал. Блядь, мы же убеждаем разные убеждения надо. Ладно, кто я такой, блядь, чтобы спорить с богом? А, да, убеждение уберди. Убеждение где? А, вижу, да. Все, я нашла. Пиздец. Да, Серената, тебя мы ожидали большего. Ничего, Серената, я все еще буду любить тебя. Твоим-то задом. А что ты думаешь? Ты что думаешь? Я убеждаю, что он зада? Ну, он точно, он точно играет не последнюю роль. Ладно, старик, просто скажи, где находится пещера эльфов? Или куда пошел твой сын? Я не знаю. Я, как мэр города, должен ставить город на первое место. Я не вижу смысла тратить деньги на найм для поиска человека, который даже не считается пропавшим. Наш бюджет и так в дефиците. И если Дез, то есть гражданин, объявит пропавшим, то я поручу это дело стражникам. Если вас хочет нанять эта женщина, он указывает на Стефанию, и заплатить сама, пожалуйста. Ну что ж, братья, видимо, нам здесь не рады. Пойдемте к Стефании. Ну, а Стефания сказала, что у него нет денег. Ну, поможем так. Может попробовать обмануть и сказать, что он уже в... Ну, типа, его ищут. Ну, ничего, раз у него нет денег, попробует расплатиться, так сказать, натурой. Я приму даже эту плату. Пойдемте, друзья. Если у вас больше ко мне никаких дел, то прошу вас удалиться. Я сейчас сделаю встречу еще. С делегацией. Да, удаляемся. Удаляемся, Мережка. Пойдемте отсюда. Так, я сначала подхожу к столу, все бумаги нахуй на пол, гордо поднимаю голову и ухожу. Он смотрит на вас в ахуе. Так. Так. Где же это Стефания? Потерялась, наверное, как ее парень. Так, вы идете с Стефанией, по дороге девушка говорит, мэр просто хмырь, который совсем не заботится о сыне. Он может умереть со дня на день, а ему важны только торговые пути, поставки воды в город и прочее, а не собственный ребенок. Подождите, откуда я слышу голоса? Мы же всего лишь в коридоре. Ну, мэра можно понять. Мэра можно понять, он же отвечает головой за всех этих людей, за весь город. А я напротив не понимаю, как можно не заботиться о своем ребенке настолько. Я согласен, слишком бессердечный человек. Возможно, ему очень тяжело принимать все это решение, но он выбирает жизни многих вместо жизни одного человека. Он глупый старик! Он глупый старик! Я удивляюсь этому визгу, пугаясь. Насчет населения, к которому мы идем. Дезл мы часто приводил туда, чтобы показать, как убивает гоблинов. Он делает это очень красиво. Я не буду говорить, что меня возбуждает, но мертвые гоблины мне нравятся больше, чем живые. А почему вы так ненавидите гоблинов? Они, гоблины, часто совершают налеты на богатых людей, а потом добыча оказывается не нужна и отдают каким-то бездомным алкашам и нищебродам. Понимаете? Они делают плохо людям, воруют у них, а потом выкидывают это какой-то черни. Так что пускай вас не удивит, что они выглядят слишком хорошо, без его достатка. Я сажусь на лавочку, на игровую мелодию на лютне своей. Я начинаю подпевать. Почему гоблины моются, но все равно воняют? Где что, почему? Да я что, бог? Я ебу что ли? Все, откидываю лютнюю, ну вот типа назад себе и встаю. Да, ты прав, Серенат. Вот Дезмал, Дезмал, ненавидит этих гоблинов, и я поддерживаю его в этом. Когда я была совсем юной, моих родителей убили моего отца, который на свои пожертвования содержал приют и помогал бедным. И, мать, чью шубу на следующий день я увидела на грязной бездомом... Да ладно, не плачьте, это всего лишь шуба. Подождите, то есть они воруют деньги у богатых и отдают их бедным? ГРЯЗНЫЙ ЧЕРНИ! А? Я слышал чей-то вопль сейчас. Мне ПП пропал, что ли? Это всё выступание. А, это выступание, не горите, что же оно так? Мы найдём бесплатно вашего воздомленного. Или нет? Ну, в любом случае, есть я. Я обращаюсь к спутникам остальным. Слушайте, вы действительно хотите помогать ей? Ведь они убивают гоблинов просто так. Они, гоблины, просто хотят помочь бедным людям. Вам так не кажется? Ну да, нам не обязательно ей помогать. Можем с гоблиновым скинтиться и нормально пофлексить. Ну, да. Да, где-то поселение девушка говорит, у меня тут есть два малых зелья лечения. Они принадлежали Дезмолу. Может быть, вам пригодится. У меня разговаривать с этим оборванцами совсем желания нет. Так что удачи вам. Встретимся, как закончите, в таверне. Она уходит от вас. Закончим что? Я с непониманием смотрю ей вслед. Найдём Дезмона тупицы и под затыльниками даю. Ах, да, точно. Вы находитесь у входа в небольшое поселение. Люди вокруг довольно бедны. Однако, за украшениями и дорогими одеждами, на них вы не могли бы этого даже заметить. Вы замечаете в середине улицы мужчину, распевающего песни. У одного из домов прислонилась к стене, лежит женщина с дулкой пива. А у одной из немного чистых домов стоит девушка и стирает одежду. У меня есть идея. Серенат, у тебя всё ещё с собой пиво? Нет, пиво я встал в баре, но у меня есть кувшин замечательного вина. Отлично, можем дать его той бабе пенющей, и возможно она что-то нам расскажет. Даю ещё раз под затыльник и говорю, как ты посмел назвать эту неледи? Живо извинись перед ней. Даже если она этого не услышала, подойди и извините. Вы далеко. Я, значит, такой подбегаю к ней и говорю, извините, пожалуйста, и убегаю. А Сулин в стрелке вслед. А кто лучше с Узоя? Я воспитаюсь тебя настоящего мужчину когда-нибудь. Когда-нибудь. Да, когда-нибудь. Так какие наши дальнейшие действия? Вы правы? Пошлите. Ну, идём. Я иду за малоросликом. Ну, это низко-рослик. Малорослик. Существует малорослик, великорослик и просто рослик. Просто рослик? Просто рослик? Угу. Так, кого вы подходите? К даме справа. Вот какая-то шикарная пышная женщина. Я неловко стою в стороне. Она смотрит на вас, но не обращает, ну, ей похуй. Я подхожу к ней, клонюсь, говорю, здравствуйте, милейди, и протягиваю руку. Она, она кладёт невольно свою руку мне на руку, и я целую её. Нет, она ничего не делает. Я не верю, нахуй. Давай я кину что-нибудь, чтобы она это сделала. Она очень пьяная, и... И ей в воде пизду, и вообще она смотрит на того барда, который играет на середине улице. Не обращая на вас никакого внимания. Значит, я подхожу к ней, беру за талию, наклоняю и целую. Страстно. Так. Я даже не знаю, на что он кинует. На силу, наверное. Ты думаешь? Ну, наверное, твоя сила путь в её силу, ты сможешь ли от тебя отбиться. Как ты сможешь ли так легко отзасать? Охуенно, блядь. Так, а у тебя вы получила... Какие-то странные проверки непонятные. Вообще, может просто кубик кидать, я хуй знает, и прибавлять проверки, то что есть. Давай ещё раз кину двадцатку, просто двадцатку. Давай, давай. Так, ну, у тебя получилось её засосать. Она... Ты до сих пор её держишь в руках? Или ты... Я до сих пор её держу губами своими. Она... Пытается от тебя отстраниться, но у неё не получается. Я... Смыкаю губы и вот так вот отклоняюсь, ну, типа, отгибаюсь чуть-чуть и говорю, Миледи, не стоит сопротивляться. Я лишь... Я здесь всего лишь, чтобы развлечь вас. Она даёт тебе пощечин. Нахал. О! Пощечин от вас это... Слаще, чем поцелую от самой красивой Миледи во всём королевстве. Не трать моё время. Я смотрю, как играет вон тот Барт. Хотя он играет так себе, но я уже настолько пьяный, что мне всё нравится. Я могу вам сыграть самую красивую песню, которую вы только слышали. Это будет... Вы запомните меня на всю жизнь. И взамен ответите на кое-какие наши вопросы. И взамен ответите на кое-какие наши вопросы. Спасибо, Тирай. А какой мне смысл отвечать на ваши вопросы на песню, если тут уже песни играет, и мне вполне устраивает. Может, у вас есть что-то крепенькое, так сказать? У меня есть в закромах, так сказать, лучшее вино в этом мире. Хотите испробовать? Взамен информацию и ещё один поцелуй. Возможно, что-то большее. Ну, чертяка. Давай, тащи за своё вино. Я достаю шикарный кувшин, глиняный такой, наполненный доверху вином. Красным, как моя страсть. И даю его Миледи. Красным, как кожу, утираю. Краснокожий. Женщина делает долгий глоток, после чего вытирает рот. И говорит, ну, что вы там хотели? Нас интересует, где обитают гоблины. Их база – пещера. Просто пропал некий сын мэра, и мы согласились найти его. Вы знаете, когда я пью алкоголь, я не просто его пью, я говорю с ним. И оно мне сказало, вот прямо сейчас вот это вот вино, что гоблины с той стороны двигались. Она указывает в северную часть поселения. Может, всё там найдёте. Миледи, премного благодарен вам за такую полезную информацию. А теперь не желаете ли вы уединиться вон на том сеновале? Не желаю. Давай я брошу что-нибудь. Я не ей, я гейммастеру. Горе. Тупицы, такое желание. Я не вам говорю. Это я не вам. Вам готов бросить всё что угодно в любой момент. Ещё одну бутылку вина, может? Ну... Чё, вы бутылку вина бросите? Она как собака типа прыгает, а не... На сеновал. На сеновал, да, просто за вином, нахуй. Так, ну давай... Давай на харизму. Против её харизму. 11, да, у тебя? Ну, типа... Так, а у неё? У неё ноль, судя по речи. Но... В пользу игрока. В пользу игрока. Ладно. Одну тут хватит, я уже готова. Поворачиваюсь к сторонникам, говорю. Ну что ж, пока вы можете поразвлечься. А здесь... Развлекусь я. Ну, удачи. Сирена. Я отхожу, просто не сеновал. Мне отойти надо, говорил. Вам нужно отойти, реально. Всем. Вы пока играйте, я пока просто АФК с ней ерую. Шурмур. Тоси бось. Пока Сиренат уединяется вместе с пьяной женщиной, я обращаюсь к своим спутникам. Слушайте, будьте с ним осторожны. Мне кажется, он может подхватить что-то нехорошее. Хорошо. Окей. Так. Что вы делаете, пока нету Сирената? Мы отправляемся в противоположную сторону, налево. Да, к другой даме. Так. Вы видите улыбающуюся девушку, стирающую дорогую одежду с мечтательным взглядом. Она обратила внимание на вас и говорит. Здравствуйте. Меня зовут... Ой, нет. Блядь, это не тот... Так, 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 так. Тем временем я уже закончил, оставлю ее лежать пьяную. Подхожу к нашей команде. Говорю, говорю, свет очей моих, какая красота, говорю, как вас зовут, Миледи, целую руку Ой, здравствуйте, меня зовут Зираэлла Зираэлла, это просто нектар для моих ушей, какое у вас прекрасное и необыкновенное имя Расскажите, пожалуйста, чем вы здесь занимаетесь сейчас? Вот я стираю одежду дорогую, мне гоблины их приносят, я стираю, а я очень люблю гоблинов Да, гоблины, это наша с вами слабость сейчас Что ж, вы прелестно выглядите, очень красивые, и что надо делать там, стирать вещи? Да, дорогие Я могу сделать, я могу узнать предигитацию и сделать так, чтобы эти вещи пахли свежайшей лавандой и были чистыми А что сделать это? Ну вот, заклинание представляет собой небольшой магический трюк, который, типа, вы создаете один из следующих магических эффектов, типа Вот, вы охлаждаете, согреваете или ароматизируете неживой материал в течение одного часа Да, может Отлично Что, мне нажимать на него? Да, да Так, сейчас найду Блядь, где она? Кто, кто вышел нахуй? А, так Так Крепим сейчас, секунду Ну вот, я кинул, что это значит, сохранение заклинания до С-13 Ну вот, я ее знаю на одежду Или что, нужно кинуть, купить какой-то Да, 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 не, не, не знаю, это не нужно Говорю Как ее зовут еще раз? Зираэла Зираэла, посмотрите, вы уже перестарались, ваша одежда прекрасно благоухает и совсем чистая уже Она нюхает одежду, смотрит на нее, она реально чистая и говорит Ой, ой, что-то я замоталась, видимо Все уже чистое и так пахнет приятно Я шепчу команде на ухо, говорю Ребят, она ко мне уже предрасположена Давайте я с ней отойду, денюсь в укромное место и выложу всю информацию, которая нужна Вам она еще не очень доверяет, скажу Вот так сказал я Ох, Сиренат, не насытный ты зверь Ну что думаете? Ну, я согласен Тогда поворачиваюсь в Зираэле, стою в такую располагающую позу, склоняюсь перед ней, говорю Зираэла, раз ваши вещи сейчас уже совсем чистые и приятно пахнут Пойдемте мы отойдем в укромный уголок и перетрем с глазу на глаз, так сказать Тет-та-тет, то-си-бойся Ой, ой, а зачем? Я понимаю то, что у вас не так много свободного времени Это правда И поэтому, раз я сэкономил ваше время, давайте вы сэкономите наше время и я вам сделаю приятно, возможно, спою песню, если хотите Невероятной красоты У меня осталось вино, вкуснейшее, я его еще не допил Вот, можете со мной бокальчик разделить, отдых это всегда приятно А песня про что? Я люблю песни про гоблинов Вы знаете песни про гоблинов? Ой, знаете, я в совершенстве владею гоблинским языком, я могу вам спеть любую песню про гоблинов, какую вы только захотите Так, давай проверку харизмы с преимуществом Против ее 22 Ой-ой-ой Тут не приплюнешь, видимо Ну почти она была близко, чтобы отказаться Ну, вот такая цацанка Ну, ладно, пошли отойдем Пойдемте Так, вы там это потусуетесь и вон с Бардом поговорите, пока я тут это Я куда? Пойдемте, пойдемте Вот сюда куда-нибудь Ну я, значит, подхожу к Барду и говорю, привет Так, ну давай, короче Я, че мне, 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 моя очередь или че? Давай еще, давай их очередь Да, да, давай их очередь тут же Так Привет, Бард Подойдя к мужчине, распевающему песню, услышите, что она посвящена неким героям, спасающих людей от злой судьбы Он слышит, как вы ему говорите, но не может прерваться, потому что играет песню Ну я, значит, пытаюсь выхватить у него и вдруг лютню Давай проверку... Сила Давай ловкость, потому что он находится на сцене, тебе нужно подпрыгнуть и что-то, чтобы забрать Ну вот, и где мне это вот? На стриме покажи Та-а-ак, на стриме Вот... Ловкость, вот ловкость Тебе тут, вот, нажать на ловкость, но и услугу Ээээээээээээээээ... Чтоб это какое-то 3е? Этного-эсилла, второе а второе нажал 15 его ловкость а нам разве не нужно просто какой-то тип порог переходить 10 там взаимодействовать взаимодействуйте с персонажем в этот момент он дает подбросок если вопрос я выхвативаю правда правильно значит выхватила людню и говорю еще громче привет отдай сюда быстро короче я поднимаю над собой людню и такой забери на и прыгай вокруг него он не пытается ее забрать но смотрим тебя со злостью но я значит испукаиваюсь и говорю хорошо я тебе верну но только ты сначала ответишь на несколько вопросов это что вымогательство я обращаюсь барду и говорю слушай бард прости пожалуйста этого дуралея нам просто очень нам просто очень сильно нужна ваша помощь не беспокойтесь люди мы в любом случае вернем пусть вернет сейчас мне люднюю иначе о диалоге можете забыть слушай у него ладно я даю ему в руки людню не злись малыш выхватывает так-то лучше вы там хотели мы первый вопрос у нас такой как вы относитесь к гоблинам гоблинам то есть героям герои часто приносит нам разные вещи а вы играть с ним ничего плохого делать нет только пообщаться с ними так а как а как вы относитесь к мэру города и к его сыну какому угол какого города мы не знаю а как в каком участке лучше в деревне город какой там был ну город рядом с вашей деревней очень ориентируйся типа деревне она сама по себе живет или тоже как в области но всем по хуй на эту деревню независимо короче основное можно поинтересоваться а где эти гоблины тусуются обычно вы не знаете давай проверку харизмы 15 я ничего не скажу не доверяю я вам знаешь ну и хуй с тобой разворачиваемся и уходим может еще попытаться видишь какой он злой обозленный на весь мир он не собирается нам ничего говорить иди отсюда на лице подождите подождите просто нас такая ситуация рядом находится город в котором мэр и прочие жители они ненавидят гоблинов пытались просто разобраться в ситуации и и нам очень нужно узнать где же находятся эти гоблины давай я тоже харизм 15 ладно 13 получше вопрос лучше просто кубик кидать я хуй знаю это все равно ну типа у даши плюс 4 у точнее терай плюс 4 у sony плюс 0 можете просто заполнить плюсы свои и кидать кубик потому что это хуйня какая разница в рандом то один тот же блять вообще не один тот же всегда падает первое чем может объяснить как просто кубик кидать слева у тебя у тебя значок такой предпосредний слева на панельке кубик и d20 надо выбрать один до 21 а какой один просто 20 блять ладно это с плюсом это не крит ну блять там это это 17 получился мало мало да так ладно давайте не буду мешать я могу дальше играть ну игра игра и только не удивляйся если ближайшее время всех ваших гоблинов перебьют и ухожу да пошел ты урод сам пошел я короче беру и ломаю давай проверку силы ну потому что ну выхватить хочу какие маленькие цифры так блять силенок не хватило у меня выхватили ебать он с легкостью выращивается захват я делаю вид что так и надо было разворачиваюсь и ухожу я похлопну по плечу тираю и говорю блин ты пытался я в переулке замечаю серенанды динозавра пока что пока пока вы там разговаривали что происходило я обращаюсь к своей памяти пытаюсь помнить как ее зовут нахуй проверка на мудрость сложности большая пять нормально все я зовут израэлла как израэлл израэлла блять да 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 так вы нахуй это не посмотрите блять я говорю я обращаюсь к ней израэлла вы просто у вас вас природа наградила невероятной красотой у вас прекрасные красоты глаза вы я вижу то что вы пытаетесь скрыть свою красоту но зачем это делаете не нужно скрывать свою красоту знаете что я понял одно я с вами нахожусь уже достаточное время чтобы понять о вас одну прекрасную вещь простую вы абсолютно трудоголик вы трудитесь не покладая рук но совершенно не умеете отдыхать почему же я я иногда когда стираю это добавляю побольше мыла и он то весь на пузырьки летает весело я начинаю очаровательно смеяться такое как смешно вы вы сейчас шутите верно нет вы что никогда не пробовали стирать когда пузырьки летают у тебя это очень весело я сразу уже как будто отдыхаем давайте я вам покажу что такое настоящий отдых настоящий relax как вы сказали настоящий relax это на гоблинском ну вы что гоблинского не знаете конечно это на гоблинском означает полный оттяг как вы сказали настоящий relax ну давайте покажите мне этот relax ну над произношением стоит поработать еще я подхожу к ней и легким движением руки снимаю с нее косынку с головы и говорю какие у вас прекрасные прекрасные пушистые волосы ой я сегодня не мыла волосы извините нет нет что вы они шикарные они все еще чистые и очень очень здоровые так скажу и и ну ну вроде не упадает хотя вот у меня отец он весь он полностью лысый был а мне а у меня повезло мне вам вам просто не стоит нервничать по пустякам поверьте пока вы со мной я не позволю вам нервничать затем я глажу ее по руке вот так вот вдоль руки провожу и говорю расскажите мне пожалуйста что вы знаете о гоблинах и о рыцаре с именем опять обращаясь к памяти и пытаюсь вспомнить как его зовут давай еще проверка на мудрость о ровно хватает дезмал а не знаете случайно ничего про рыцаря дезмал она сразу же у нее сразу же лицо прощается в испуганное и она говорит я не хочу что вы им сделали плохо так что простите я не расскажу вам я я я пытаюсь остановить ее за руку беру говорю послушайте израила мы здесь мы здесь абсолютно только для того чтобы помочь ему найти его и спасти от недоброжелателей я ничего не хочу о нем слышать уйдите от меня подождите подождите мы не закончили еще послушайте нет я закончила я достаточно услышала хорошо давайте сменим тему говорю давайте даже не знаю хочу ли я это после того что я услышал и отчего нахуй это не в игре это я так про себя чисто блять я не знаю что у меня нет ни хуя вообще ну давай я не знаю что нибудь убеждение какое нибудь постойте я лишь только поинтересовался там насчет него я я услышала что вы хотите помочь а я его ненавижу да он убивает гоблин которые приносят нам вот эти вот эту одежду там помогают нам герои извините он убивает гоблинов извините я не знал этой информации теперь мы теперь мы ищем его чтобы расправиться чтобы чтобы услышать ответ за его за его деяния за его плохие поступки по отношению к гоблинам мы его накажем я вам обещаю кинь обман 4013 кинул 21 ну ну ладно если вы не знали про это но обещайте что вы ничего не сделаете гоблинам это они действительно помогают я обещаю я даю слово вам что ни один волос с гоблинской башки не упадет пока мы с ними рядом хорошо каждый в городе знает где они они сейчас к нам заглядывают приходят всегда с севера можете пойти дальше и непременно увидите расскажите пожалуйста просто вот этот человек рыцарь он пошел туда именно к ним в последний раз когда я не знаю куда он я не видела никого человека рыцаря ну вот имя которое я называл я я понимаю про кого вы говорите но я с ним не пересекалась хорошо спасибо вам за ваше откровение мы обязательно примем меры найдем этого мерзавца и накажем по полной строгости за то что он сделал с гоблинами было бы славно да которых мы так любим и уважаем ведь они сеют добро абсолютно теперь не против если мы с вами так сказать пригубим немножечко вкуснейшего вина в моем графине в моем кувшине я не могу пить мне сейчас надо идти дальше стирать одежду послушайте послушайте но вы же постирали уже одежду она прекрасно пахнет так это одна одежда постижена а мы там еще куча такой одежды ну послушайте я же уже сказал вы совершенно не умеете отдыхать давайте вы со мной проведете буквально двадцать минут и эти двадцать минут станут для вас незабываемыми вы будете помнить всегда о них послушайте давайте вы расправитесь с этим вот негодяем как его там дезмол и после этого уже поговорим я настаиваю проведите со мной немного времени это будет приятной мне и вам просто попробуйте вино просто замечательно я все сказала она отворачивается и уходит я разворачиваюсь плюю и в ноги и ухожу она этого не видит я вижу серенада и говорю ему серена ты вын вы же наш длинназадый друг мы вас заждались что вы узнали я уже узнал я все я узнал всю информацию об этих кричу на всю улицу об этих мерзких ебучих гоблинов которых мы убьем при первой же возможности мы терпеть не можем гоблинов ведь так да да я ему в ответ кричу да мы глотки спорим рыцарь этого наградим за то что он гоблинов режет как ну что ж друзья идем за гоблиновскими душами она сказала что они идут на север обычные пойдемте туда погнали подождите а почему вы хотите их все таки убить мы же поняли что гоблины не такие уж плохие я терпеть не могу гоблинов и я я тоже не люблю гоблинов а что они вам сделали что они вам сделали по слову ну ты видела как они выглядят они мерзкие маленькие мерзкие и противные но они же помогают этим людям да да пиздеши врут они я не верю ну что говорим сначала а потом если что убьем да согласен компромисс нужно находить вот найдем их найдем их поговорим с ними и тогда уже решим что 7 делать и потом уже отрежем гладким откроемся путь подойти на север а весе наверно а тут лес в лес идем ух блин дремучий лес друзья удачи мне его ой 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 для Так, идём, я насвистываю приятную мелодию, чтобы подбодрить дух моих товарищей по команде. Я преобордрился. Так, вы выходите из поселения и направляетесь в лесную местность. Идя по лесной дороге, вы слышите мужской взволнованный возглас, бронзающий... А-а-а-а! Бронзающий округлый. Кто-нибудь, помогите, кто-нибудь! Прочь! Уйдите прочь отсюда! Кто-то с дороги съехал, давайте поможем. Идя на крик, вы видите мужчину в возрасте, стоящего на повозку и размахивающего горячим факелом, в попытке отпугнуть окружающую его стаю волков. Подойдя ближе, вы видите на спинах волков сёдла со всякой мелкой поклажей. Однако наездников нигде не виды. Кровь на сёдлах намекает на недавно пережитый тяжёлый бой. По глазам видно, что оголдевшие волки явно не намерены отпускать свою растерянную и перепуганную добычу. Целой. Рады, что по кусочкам. Ох, друзья, нам стоит ему помочь. Как вы думаете, как нам лучше поступить? Да, конечно, помочь. Я сражусь на землю и начинаю петь. Безумно можно быть первым. Я могу огнём шевырнуть. Так, вы мужика? Нет, он в области, чтобы не учился, блядь. Нет, надо как получится. Удадите выживших. Это уже как получится. Какие ещё есть тактики? Так. Давайте-давайте, нападаем на них, на волков. Так, сейчас нужно... Так, вам сейчас нужно всем четверым кинуть на скрытность, чтобы вы неожиданно на них напали, чтобы они не учуяли вас. Двенадцать. Двать. Нихуя. Очень скрытный двухметровый красный чел. Так, против чел. Очень против внимательности. Это предпоследнее, да? Пред-предпоследнее. Он у меня. Он. Так, они вас не замечают. Чего предпоследнее не понял? Я не могу найти это говно. А, предпоследнее, да, навыки слева. Выживание, перед этим скрытность. Стелс еще по-английски. Стелс. Ой-ой-ой. На меня видно. Толик замечаясь. Бать вора, нахуй. Я вот в спине стою и смотрю на волков. Я использую, я использую, блядь, а я могу использовать Disguise Self на другого кого-нибудь? Что такое Disguise Self? Ну, это маркировка себя называется. Наверное, я не смогу. Ну, так это как себя, мой. Паука. Ладно. Ну, они, они увидели только одного Толика, ой, этого, блядь. Блядь, у него имя. Сузуя. Сузуя. Так, давай, я что-то не будешь как-то это делать. Ну, я, значит, такой начинаю костевать и начинаю гладить волка по голове. Да, волк пытается увернуться от твоих гладений. Я пытаюсь ударить его рукой магической. Блядь, я не знаю, как это даже сделать. Давай, да, просто Д20. На падание. Одиннадцать. Ты пытаешься ударить по ним, но промахиваешься. Я такой, ну и черт с тобой, стою дальше, в шоке. Так, следующий. Давай, тырай. Кто не хотел что-то предложить? Ладно. Шло? Ты хотел что-то предложить? Да не, уже поздно. Ладно. Тогда я могу, ну, короче, огнем швырнуть, либо просто ударить, что у меня есть. У меня есть кинжал. И вроде как это... Ну, что лучше из скрытности, чтобы побольше задеть площади? Наверное, огненная штука на 15 фунтов стреляет. Давай. А, меня как стреляет, по конусу или... Или просто? Да, 15-фунтовый конус. Ну, ты можешь даже задеть этого человека. Я могу, да. Я поэтому и думаю. Тогда, наверное, просто... Что у меня? Ну, этот кинжал у меня есть. Просто на силу кидать? Кинжал, просто нажми... Из-за того, что у тебя, короче... У меня есть предметы. А, сейчас скажу. Вот у тебя посередине есть... Вот, два оружия у тебя... Burning Hands и Dagger. Вот, нажимаешь... Вот, когда нажимаешь на Dagger, у тебя сначала проходит проверка на попадание твое, а потом справа нажимаешь на вот это 1D4 там, и ты уже... Ну, сколько ты урона нанесла, именно? Один. Ритинг. Ты пытаешься ударить волка, и прямо перед его лицом у него принесла джалом, но не попала. Волки, извиняются. Я... Да, можно я... Я в кустах сижу, короче... Достаю свой огромный лук из-за спины, вставляю его в землю, блядь. И целюсь в вот этого... Вот в этого. Вот я тут стою. Вот в этого. Мне нажимать просто на лук? Да, на... Сначала на лук, там, чтобы... Попадание. А потом на справа. Блядь, да ты вообще имбов каких-то сделал волков, в лице 11 броня будет. 11-то вообще нихуя. Это вообще... Это нихуя броня не будет. Блядь, мы все подохнем здесь. А можно мужику крикнуть, чтобы он нафиг убежал оттуда? Или он не в состоянии... Они на него... Ну, его ноги похватывают. Они... Они... Они в основном, как бы, его, ну, мониторят. Типа, они вас. Нет, ты записываешь, да, игру? Да. Ладно. Все тогда. Дальше кто? Все на обея очередь теперь. Так, теперь Сиренат. Самый боевой остался. Ну, я луком похуярю. Ой, точнее, арбалетом. Давай. О! А кого ты... Покажи, кого из них ты... Ну, вот про этого ближайшего. Так. Так, ты наносишь ему... Ты попадаешь ему в лапу, тем самым затрудняя ему передвижение, и оставляешь ему 3-3 хп. У них всего 10 по 10 хп, у всех. И что, он скулит, там, я не знаю, они убегают или что, им похуй. Но он... Ты чел, они... Они голодные, типа. Им вообще похуй. Они не намерены уходить. Они очень злые и голодные. А им похуй, они хоть, блядь, все крови тут обхоркаются, но, блядь, старшусь кованят. Угу. Теперь волки ходят. Ну, он теперь... Ему трудно двигаться. И добраться до кого-то 20. Угу. Уж, бэ... Лапки. Они лапки. Угу. Мои лапки больше не туи. Угу. Вокруг милые жуки. Был тут? Так, ну чё, инициатива у волков сейчас будет? Так, да. Один из волков нападает... на мужика на тележке. Так. Какой-нибудь там? Два, три, четыре, пять. Так. Один лапки нападает на мужика и кусает его, нанося пять урона. М пять, три же. У них плюс-два. У них плюс-два. А сколько у него хп? У него 20 хп. Ага. Ненормальный. А, ну ему похуй. А, они не бог... Всё, Тимон. Мои гранты. Так. Ближайший раненый волк пытается напасть на Сузуя. Я, значит, достаю меч и защищаюсь. Не, подожди, не, не, а сейчас ищет свой ход, ты ничего не можешь. А, я пошаговый... Это я терплю. Да. И они падают по тебе. Падают. Ёбаны. И наносят. Четыре урона. Кусает тебя за ногу. Ну, у него в листе не написано. Поменяйте в листе сразу сколько получается. Аурон, где хпшка? Хиты, хиты. Я не могу смотреть за его листом, я только в своем могу. О, у нас. Я не бак в хиты. Сейчас мало. Я пойду подписываю пока. Какие перерывы ищутся. Ну, я не знаю, переговорить, я где-то хитов. Вот максимум хитов. А, где по-английски написано? А, я даже не знаю, максимум. Девять. Девять, вот девять, да. Я не так мало хп вообще. Это первый левел у вас. Четыре. Ну, у вас еще два зелья лечения у вас. У вас еще два зелья лечения взяли. А мы едой не можем хиляться? У нас один сфук только. Нет, еда помогает в этих... Когда вы лагерь разбиваете, вы там едите, пьете и восстанавливаете себе взглянание, там, всякие навыки. Так, еще один волк нападает на Трая. А, какой едой хилятер, где не геншин? Какой класс бронировка? Вот, у тебя... Десять. Значит, он попадает. Я вернулся, я напоминаю, у меня есть слово, если что. Ну, давайте уже сначала закончим, нахуй. А у нас свитки есть воскрешение? У нас дверь учебной штуки. Да нет, свитки в воскрешении. Две флажки. Ладно, похуй. У меня слово есть, а чем слово. Там не нужен свиток воскрешения никакой. Получается, семь? Вам, короче... Так, да, семь. Пиздец. Пиздец, шоу, блядь. Ну, если бы попали по ним, мы бы уже убили давно их, типа. Кож знал-то. Это желтарея. Ну, у вас хилки есть. Не забывай. Кому семь нанесли вторая? Даша. Мне. Можу мне хилку. Хилку сейчас. Не надо, не взять хилку пока, подождите. Сейчас туалик охот. А, я хожу. И он такой, о, господи, что с моей ногой? Достаю свой меч в ярости, и ставюсь ебнуть волка, который предо мной. Так, у него три хп. И что, мне нажимать на меч мой? Да, на меч, а потом на хуйню справа от меча, чтобы урон нанести. Ты упадаешь по волку. Убивай. Убиваешь. Давай, опиши, как ты убиваешь его. Я, значит, такой подпрыгиваю кое-как, и мечом по башке ему как ебашу, она раскалывается, и разлетается во все стороны. Так и происходит. Ты и Тереза брызганы кровью. Я облизываю свой меч. Дальше что, дальше? Я умираю. В смысле, с коей-ли? С коей-ли ты умираешь? Ну, почти. Я просто... Может, захилят? Блядь, чей ход сейчас? Как теперь ход Терая? Похиляться тебе надо. Не надо отряжаться! Юб ваш рог, я ж говорю, блядь, не хиляйтесь. Ладно, ладно, ладно. Я, короче, попробую напасть на волка по центру, который был с мечом, потому что я не хочу задеть мужика, у которого 20 хп. Так, 20. Два, да блин! Ну, короче, вот. Так, а чем ты напала? Кем оружием? Да, кинжалом? Ты отрезаешь ухо, нахуй, этому волку. Ну, я целюсь. Целюсь в это же, в этого же волка. Снова луком. Так, давай. Ты выпадаешь. Блядь. Куда ты, по-моему, стреляешь? Какую ножку ему. Под 10 голову. 10? Ну, ты... Попадешься... 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 Попадешься, но... Как этот... Ранишь его шею. Так, теперь ходит... И назад. Я езжаю отцелящее слово на вторую. Так, а что такое? Первый уровень. Первый уровень. А, значит, плюс 4? Подожди, а может, тут сюда нажить надо? Ну да, 4, наверное. Это бонусное действие. Я могу еще действие юзнуть после этого? Да. Ну вот, хилю, короче, на 4, тыраю, правильно? Угу. И из арбалета стреляю по вот этому волку дальнему. Угу. Не впадаю, да? Нет. А ты, Палин, стрелял по дальнему волку? И оближеную? Поближе по уровню. Полит. Чего? Ты по дальнему волку стрелял, и поближе? Вот поэтому. Ага. Все поближе, ладно. Ну, его 4 хп остается, получается. Так, да. Топерход волков. Он нападает на торговца. У него получается это. И он носит ему 7 урона. Грызаясь его вкуснейшую ногу. Так, и второй нападает на Соню. Но проносится мимо. И не выпадает по ним. Так, ход сузу. Ух, я вижу этот пиздец лютый. Короче, бегу навстречу к этому волку, и уже с кинжала пытаюсь его пырнуть. Так, давай. Кинжал уж мать. Да. 6. Ты просто при улице махаешь кинжалом, ничего не выпадаешь вообще. О боже, какой позор. Так, ход спирай теперь. А вот если сейчас я вот этого побитого волка добью огнем, я попаду на кого-то еще? Нет, он есть ликон. Он близко, так что ты не заденешь никого, по идее. Ну, давайте для разнообразия тогда. Вот, ты сделаешь огонь, как. 15. Бля. Пиздить. Нет, нет, оно одним... 15, одни слов, ровно, да. Такое. Так. Чего-чего? А, 15. 15, да. Так, там вроде... А ты можешь... Скинуть сам мозг, знаешь, что перешиталка, вроде надо какие-то прожисти дать. Так нам вот показать описание заклинания можно. А, подожди. Ну да. Так, 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 существо получает урон в нем, и под правами, да. Ну что, ну... Должно слышать просмотку в отпустил. Ну, половину твоего урона не успею. Ага. Так, в 12 нужно кинуть волку, чтобы... Засейвиться, ну, и получить меньше урона. У-у-у. Волк не повелось сегодня. Ура! И он нахуй сгорает, блядь. Жу, блядь. Мы просто в угол его загнали, и все. Несчастно. И еще, кроме того, начал гореть лес. Ой. На этом же сайте вроде есть эффекты, там. Я не знаю. Ну, ты должен был при создании карты аддона добавить. Ну, блядь, охуеть. Когда будешь сам дэдоделать, ты добавишь. Я думал, ты шаришь. Ну, тут рядом река потушить можно. Ничего страшного, да? Так, вот, Соня. Так, я в два своих маленьких шага прыгаю сюда. Чуть-чуть сюда. А я могу кинуть топор? Да. А я кидаю топор. Так, давай на попадание. Топор вбивается в тело волка. Ему довольно-таки больно. Он получает пять урона. Так, ход. Динозавр. Добивай его. Ну, я подхожу, чтобы безопасно было на расстоянии. Где-нибудь вот так вот. Рядом с трупом волка становлюсь и стреляю из арбалета в волка оставшегося, получается. Так, ты упадаешь. И болт влетает прямо... Давай сам опишу, давай сам опишу. Я ловкими движениями руки стреляю в волка. И болт попадает ровно ему в глаз. И просто чуть ли не насквозь проходит его голову. Буквально в самый мозг ему впивается этот болт. И он падает замертво. Не произнеся даже скуляжа никакого. Он просто умирает моментально. Да. Все, мы это делали, ребята. Я хлопаю. Я таскаю воду. Ура! Победа! Я подхожу к торговцу. Можно я еще раз... Я же могу еще раз слово юзать? У меня же оно бесконечное, нет? Ну, у тебя есть... Это же первый... Ну, первый... Это заговор? Да. Три раза ты можешь юзать. Подожди, подожди. Нет, это заклинание. Это не заклинание? Да. Не заговор, а именно заклинание. Тогда ты один раз можешь за день юзать. Угу. Понял. Ну, говорю, сорян, мужик. Огромное спасибо вам, добрые люди. Если бы не вы, то я, вероятно, всего, больше никогда бы не увидел свою Зираэлу. Огромное спасибо вам. И вот так вот сланяюсь к нему. А я Сузуя. Ну, а я Соня. А я Тирай. Я обязательно просудеру, чтобы дочка назвала внуков вашу честь. Какой ужас. Ура. Не стоит. И не передайте, пожалуйста, Зираэ... Как ее? Зираиде. Не важно. Передайте, что я обязательно исполню то, что я говорил. Я к ней вернусь после моего путешествия. И чтобы она готовилась к жаркому сексу. Ой-ой-ой. Я надеюсь, вы шутите. Молодой человек. Нисколько не шучу. Он шутит. Нисколько не шучу. Я считаю, я заслужил. Я в этом валюте. А, да, это же Барт. А, смешно, смешно. Да, спасибо, господи. Я нисколько не шучу. Я повторюсь. Пускай готовится. И слушайте его. А что вы здесь делаете? Как вы попали в такую передрягу? А, так, я ехал. За телеги погнались волки, а лошадь испугалась, убежала в лес. Эта стая была слишком необычной для простых лесных волков. Они очень похожи на тех, что используют гоблины для езды. Хотя странно видеть подобных волков без наездников. Видимо, с садниками что-то произошло. Эх. Жаль, что Нока убежала, ведь она была довольно хорошей кобылкой. В этом случае не мне, спасенному, жаловаться. Своим благодеятелям. Вы ее ебали? Берегите. Что? Я послышал, я думал. Я подказал, как торгов, клоняюсь, на ушках говорю. Но все равно дочери за меня за мной словечко, я вернусь. И буду любить ее до конца своих дней. Да господи, успокойте этого шутника. У вас прекрасная дочь, я имел с ней дело. Она очень добропорядочная, умеет стирать вещи. Я бы гордился такой дочерью, как ваша. Да, стирает она отлично. Можете ли вы нам рассказать... А как вас зовут-то? Боб. Боб. Боб, а... Горох. Где, в какой стороне можно идти кобленов? Тех самых. Гоблинов? Так вот, дальше по дороге. Там пещера будет. О, бля. И не думали. Ну что ж, пойдем, ребят. Давай, Боб, удачи. Давайте, удачи вам, ваша трансляция. Да, и про 3D-серенады не забывайте, ваша дочь будет мечтать обо мне еще. Он подходит к Соне на ухо и говорит ей, если он что-то скажет про мою дочь, я его тут же прорежу. Ваша дочь прекрасная женщина, крича ему вслед. Держите подальше его от моей дочери. Не переживайте, мы все сделаем, чтобы он не подошел к вашей дочери. Я иду и кричу, спрашивая у Сиренада, а ты правда ебал его, дочь? Это будет тайна за семью печати. Тебе такое знать еще рано. Идем дальше. Ну хорошо. Так, сейчас у меня вопрос будет к вам. Будете ли вы останавливаться на привал, чтобы восстановить там какие-то заклинания или... Будем, будем, будем. Даааа... Как-то вот так. Ух ты. Уже темнело и вы решили усвоить пиво. Я подхожу к Сузу и говорю, твоя бледная кожа сводит меня сама, красавчик. Ты просто космос, детка. Ответ положительный, ебать ты. Ну все, мы поняли друг друга, ложимся в двухместную лежанку и... И просто спим. Нет, нет, то, что чем мы занимаемся, пускай думают другие. Пускай там бы останется тайной между нами. Вас все видят, вы на к этому... А мы под одеялко залезли. Я смотрю вдаль, я не вижу. Я подхожу к Соне и говорю, Соня, пойди покури там. Я стараюсь не обращать внимания на толстозада, длиннозада и не думать о нем. И о том, что они делают. Я подхожу и говорю, я же знаю, ты всегда обо мне думаешь. Ты на очереди, готовься. Я... Возвращаясь к Сузу и мы занимаемся жестким, страстным сексом с моей длинной задницей. Я считаю, этот жесткий и страшный секс восстановит мне здоровье. Сто процентов. Нет, после отдыха в любом случае восстановится здоровье. Это только благодаря моей длинной заднице. Фух, неплохо ты потрудился, Сейнат. Молодец. Это моя работа, Сузу. А ты, кстати, неплохо в постели. Да-да. Я не опытен, но спасибо. Приятно слышать от длиннозада. Ничего, я всему тебя научу. Мы встаем с утра, короче, уже утро, да? Я не знаю, что-то хочет ты с нам сделать, Трай? Нет. Значит, Селарен спать. Спает утро. О, доброе утро. Блин, круто спали. Ну, доброе утро, а кому-то особенно доброе. У кого там было мало хп, можете себе написать обратно до фула. О, блин. А сколько у нас с опытом, и когда левел опни вообще? После квеста. Понял, скорее всего. Да. А это не квест был, да? Чипа, на хуйню просто продали. Ну, мы не закончили квест, мы не нашли никого. Просто по дереве не ходили, ебали баб. Ну, допустим. Ну что, продолжим путь. Сейчас на пассажоком сыграю прекрасную мелодию. Сажусь у костра и достаю людину свою. Играю свою магическую, будоражащую мелодию. И напеваю какой-то мотив известный. О, я помню эту песню. Я ее куда-то слышал. В одном из городов. Ты слышишь ее еще не раз, красавчик. Все, встаю, короче, людьми назад. Все, мы готовы. Пойдемте отправимся дальше. Ебать, на хуй. О, прищера. А как мы нашли, блин? Мы же просто по дороге. Сейчас Калыч дальше по дороге. Ладно, допустим. Я вам все еще в городе, конечно, на фельгу. Ну, я такое говорю ребятам. «Блин, ребята, мы нашли пещеру, ура!» Ну я шепотом плечу, такой «Ух, надо быть тихим, давайте незаметно проберёмся и посмотрим, что внутри!» Пройдящее неподружительное время, на север вы видите вход в пещеру. У входа на стенах и полу остались следы засохшей крови, а справа в низине видны свежие могилы. Блин, наверное, тут кто-то похоронен. Ужасное место, давайте осторожнее действовать, друзья. Да. Так, вы движетесь куда-то? Да, мы идем дальше, украдка. Пройдя вглубь пещеры, вы слышите? «Вот сварим пиво, получим за него денег и куплю зероэля из деревни Ожерелье. Я как раз видел подходящего торговца на рынке!» Второй ему отвечает. «Да, смотрю, вы друг другу понравились, так же, как и тавернщику наше пиво. Хорошо, что мы теперь в безопасности и не надо каждый день оглядываться по сторонам». Я вот так вот наклоняюсь, типа, стрейфлюсь на них, смотрю, короче. И такой я тихо прохожу медленно, говорю. «Видишь два стола и что-то напоминающее пивоварочный аппарат, перед которым стоят два взрослых гоблина. В густом запахе хмельного варева в правом дальнем углу сидят несколько нитянущих гоблинов. Один из них в качестве развлечения тычет палочкой в нос мужчине, лежащим в правом углу пещеры». «Вот тут вот. Где это мужчина?» «А, вот тут. Воображение». «Я понял, как прошло». «Я раньше прямо в глупых пещеры. Тело, которого неподвижено и не поддаётся признаков жизни». «Интересно». «Так, дайте подумать, чем можно здесь сделать. Может, какого-то есть какие-то идеи, как нам действовать дальше?» «Я такой говорю Сиренаду, блин, Сиренад, а может, нормально побазарим с этими гоблины без крови?» «Да, у меня тоже есть идея, тем более, у меня тоже такая идея возникла, тем более мы знакомы с тем, о ком они говорят, с Азраидой, её отцом, торговцем. Можем заболтать им язык». «Я хватаюсь Сиренада за руку, мы вместе с ним бежим, бежим». «Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-т Ох, бля. Ну как вам начало? Балдёжно. Реально? Ну да, как в первый раз, наверное. Я впервые вообще барда отыгрываю, вообще кайф, по-моему. Я пока отыгрываю аморфиком, но ладно. Отыгрываешь хики, демонюлу. А вот игрываешь аморфика. Это как понять? Так детей называют в лагере, которые ничего не хотят, ничего не делают и молчат, сидят. Надо по инициативе не будет, тоже проявлять инициативу, а то я один не разруливаю. Прекрасно разруливаешь. Прекрасно разруливаешь, я считаю. Не-не-не-не, это прекрасно может быть, но, бля, мне вот, у меня цель в этой игре единственное, просто ебать всех, кого попало, просто и всё. А вот это вот, драться что-то... Гоблинов? Гоблинов, да, ну это же, блядь, проблема не всегда решит. Окей. Может, в принципе, не ласкироваться. Подгублен. Сегодня будет звездопад в Нижнем Новгороде. Опять? Угу. Реально, что в этом году уже дофига. Хотя я не видел в этом году ещё ни разу, просто новости читал. То, что было до этого ещё. Я тут. Угу. Некид курит ещё. Гейммастер, бог, точнее, если сказать. Исуш, Иисус наш спаситель. Угу. Пищать, морглин. Дадим стилька. Всё бездрака решим, я уверен. Да блин, моя хера, то, что мы оставили двоих этих типа сзади, вы тоже, чем делаете, а то мы, вот, мы считали, не будем играть реально. Вы киньте там, я не знаю, на скрытность или что, у вас есть хотя бы ствол какой-нибудь там типа невидимка какая-нибудь. Я думал вообще, знаешь, что? Я думал, то, что вы пойдёте втроём, а я буду... Или наоборот, вы останетесь здесь втроём, а я юзну на себя инвиз, короче, и пройду, посмотрю, что здесь находится, в общем. Ну, не знаю, сами думаете. Мы уже, считай, прибежали к ним, мы уже типа спалили. Ну, да, стоим. Ну, они, наверное, могут скрытно обойти там, пока мы базаримся. Ну, наверное, наверное, там же, Тимонова достаточно, не знаю. Я не зря, я не зря персонажу гоблинский язык взял, так что я разрулю, надеюсь, эту ситуацию. Я с ними попробую сейчас по-гоблински попиздеть. Кинешь, кубик выпадет один нахуй. КОНЕЦ Продолжение следует... 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 колодец какой-то что это алмазы вода вода до выдуваем из недр из недр сидит а можно вам можно попробовать конечно убредить игрушку я беру кружку зачерпывают полную кружку воды от его игру ваш какая водится вкусная но на гоблинском языке просто лучше не найдешь чистейшая буквально буквально бриллиант дальше так что сооружение ну туда тут ну тут уже мало что осталось что имеем такая чего за клетка такая что за обезьяна там лежит ну-ка вы подходите и видите в клетке какого-то у мужчину он замечает вас но он видел вас с гоблинами поэтому молчит инстаграм смотрит на вас так я еще раз повторяю что это за хуй это это неважно местный дурачок хочу клетки держите я же вижу он чепушил он опасен он мешает на пиво варить и убивает наших зачем опасен о чем он убивает наших людей гоблинов может быть кто-то по-тихому говорю может быть кто-то останется тут кто-то дальше пойдет на экскурсию я я ошибки так а мы можем клетку взломать я вопрос гейммастер новым даю вы можете у толика есть вам набор у меня есть набор вора или дань же мастера и что такое отлично говорю ну чтож давай дальше веди нас смотримся еще а выйти потеряйтесь тут вообще прогуляйте втроем во втором 3 я еду ну ладно давай с полуросликом если чё я не знаю как хотите не пух такие не только на скрытность тоже предпоследнее да еще хочет остаться давайте решать я никуда не получу скайна давайте два я остаюсь хорошо тоже и на скрытность тоже 13 столько не только не замечает тактира и кидает он просто идет вперед не замечаешь что вы остались ну пройдемте давайте что у вас учесть интересного блин тирай надо взломать клетку давайте 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 тирай и сузу и мы пока проходим они пока разговаривают просто так я пытаюсь взломать эту хуету я поговорить с человеком который до этого молчал так здравствуй говори вы хотите меня спасти я провел тут целый день в следующей комнате находится их глава выскажите меня пойдем на деревом у задницу нет 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 никому заняться мы не будем мы тихонько пойдем и заберем тебя понял нет твоя женушка о стефания но давайте сюда нет слушай сюда ты либо слушаешь нас мы тихонько с ебываем или ты стоишься тут и будешь гнить или они тебя там зайку и будут убьют хозяев что убираешь гоблины грабит богатых честных граждан граждан а давай большую часть большая часть бедным людям которые работают из-за этого и не собираются начинать из-за этого рушится все безупречное устройство общества и создается хаос я хочу дать этому случиться иначе весь город пойдет под откос нет ну можно конечно взять его с собой я говорю тихо можно взять его с собой чтобы он гоблинов короче не трогал но можно его короче к отцу привести и короче с него награду попросить то есть его здесь оставлять любом случае нельзя поэтому его в любом случае нам выгоднее с собой взять я так думаю ну я значит такой бля да конечно круто ты базаришь мне похуй ну просто наша задача тебя спасти никого убивать мы не станем короче мы не будем тебя в этом помогать а переубедить ну попробовать ну ладно я попытаюсь это какое нажимать не надо убеждение перед религией ну ладно выпустим и будь что будет если что мы просто сбежим и добьем вместе с гоблинами гоблинов больше кстати мы не знаем сколько здесь гоблинов мы видели только двоих двоих вот и мы четверо мы его добьем ну ладно я пытаюсь ломать замок что мне надо кинуть ловкость рук проверка и драк блять а у тебя отмычки я взял если фигню подземельную а не взломщика вора а у тебя нихуя нет взломать блядь вы что шутите вы можете пытаться выбить силой нет блядь вы чё ебанутые а у тебя есть что нибудь мы вообще не должны шуметь нет у меня тоже для подземелья блядь а сколько у тебя силы у меня 10 а мы можем короче сделать какую хуйню типа убить его с помощью огня через клетку сказать гоблин смотрите он сдох можно мы заберем тело прийти к этому мэру города сказать блин ну вот он сдох типа награду давай мы типа могли чтобы где-то сделать и все да круто жаль я тебя не слышу потому что ты за стенка я тут ну что ж тирать что делать я слышу это я слышу эти рассуждение и шепчаю на ухо блять тупее планов жизни в смысле я рядом с ней стою у вас есть сообщение у вас есть сообщение можете передать сообщение у меня нет к сожалению не взял я вспомнил у меня есть спел на руку дайте мне договорить пожалуйста я такой говорю сони говорю блять такой глупый план нахуя нам его убивать и неужели они поверят нам то что мы его действительно убили зачем это вообще сделано если он так в клетке вы так убьют почему они сами его не убить давайте тогда передпишемся пока что на на заду и соню я отвечаю заду то что нам как-то необходимо вызволить этого мужика из клетки и уйти с ним не перебивав всех гоблинов потому что блять их дохуя я говорю а почему бы нам всех не убить утирая есть плащи руки и она может здесь все все поднимели спалить к хуям вот так говорю если это потребуется я говорю я отвечаю то что тогда то девушка которая стирала вещи никогда тебе не даст если ты убьешь гоблин как-то 2 я поверю твоему блефу я просто обману зачем мне говорить правду скажем что скажем что в гоблинов не тронули вообще тем временем подходите в зал не сидит на троне на каменном троне сидит глава и гоблинов он говорит здравствуйте с чем пришли ко мне с мудрым взглядом смотрят на вас я говорю что переводе означает мы по странники мы служим гоблинам я уважаю всех гоблинов вот и просто решили оглянуться посмотреть что здесь осмотреться может быть помощь нужна какая-то вы здесь пиво варите я вижу вкусное пиво кстати хорошее мне нравится лайк спасибо но нам помощь в принципе не нужна я говорю заду то что может сказать им что мы пришли с миром и нам просто надо забрать того мужика я наклоняюсь к ней шепчу незаметно ты думаешь они реально это нормально примут они хотя они не отдадут там это мужика какой смысл им просто так отдавать этого мужика если он для них злодеи он их убивает я спрашиваю тогда какой у тебя план что вы там перешептываетесь ну да перешептываемся ну все нет 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 не перешептываемся мы просто обсуждаем красоту вашего подземелья как здесь все устроено очень хорошо очень все ничего и не стоит без дела все как бы полезно все для дела ну все для дела стоит вот пиво варите это хорошо пиво это отлично супер общем вы молодцы ставлю лайк и вот такой палец показываю улыбаясь вы может какой-то целью пришли конкретно с много дел да в общем ебал я вас в рот короче вот этому гоблину короче кинжал в спину вставляю просто все 10 и 5 вообще это с преимуществом должно быть потому что я со спины его такую они не ожидают я отойду быстро я говорю но и долбоёб охуенно конечно лучше сказал мужика забрать нахуй таки убеждение это все блять я делаю как будто ребят нахуй так я не знал гоблинского языка извини мне пожалуйста обычно это я на зубинском говорю для они вообще они все общины ну ладно я бы тоже могла попробовать на период чтения хуя сразу не попадать ну ладно ладно отмена отмена шутку всем представил честно я кинжалом просто хвастаюсь вариску крутой кинжал вот короче им ходить такой же гоблин губ на вас улыбается реально прикольный кинжал подвиги вот sony говорю лан твой выход я говорю давай подождем тоже отошел пока не вижу ничего плохого чтобы перебивать всех нахуй у вас перебивать блять потому что у нас есть граждане которым нравится гоблины у нас есть задача достать этого мужика нахуя нам можно же попытаться хотя бы переубедить граждан от к этому нам деревне ебучая вообще которые нихуя не имеет значения блять плохо вообще на них блять почему блять не имеет значения если нахуй этом с ними пообщались подружились блять мужика этого спасли на который гоблинов любит и все такое но мы спасли ты не от гоблинов от волков вообще просит спасать этого мужика тогда давайте запим у него хуй нам вообще за это ничего не будет у нас квест такой нам нужно спасти его вообще вообще все вокруг этого мужика строится у нас задание блять спасти его убивать или не убивать не полку это вообще ними не имеет значения но не убивая взломать замок и вывести его нахуй убежать это в разы сложнее чем убить чем убить гоблина в клетках и пьем проблему убить зачем его в клетке держат почему его сразу не убили у нас на них есть какие-то планы на них может быть они хотят куда-то его потом перенаправить и можно сказать типа давайте поможем и просто с ним убежать в этот момент да уже лично то есть это празднеет празднеет сообщение это не вы все то ли мы я ничего не бил я просто прикалывался это прикол короче обратно празднеет сообщение с этим короче что давайте мы сейчас можете просто перерывы обсудить обсудить ну если мне дело кусок ваш действий я говорю в общем мы королю гоблинов говорю а зачем вам это мужик в клетке почему вы не убьете я же вижу он хиляк вообще с одной печки ляжет плохо позорно мы не можем его выпустить слишком много наших собратьев умерло и мы заплатили слишком высокую цену для того чтобы поймать его посмотрите вас гоблинов указывает на женщину с детьми это все что от нас осталось мы не можем просто так его пустить за что ли лишив его возможности нападать на нас например отрубив ему ноги и руки только тогда нет я же спросил не выпустить а почему вопросы не убьете мы не можем его убить нас очень мало для сражения он слишком опасен если его выпустить находится вы можете его просто я не знаю закидать камнями в этой клетке там каменная и решетчатая дверь мы кинем разве что мы можем изморить его голдом я не знаю копиями заколоть как-то глупо сложно но вы можете помочь нам убить его взамен вы получите награду в виде 200 золотых монет и сможете забрать всего снаряжение а вы нам поможете ну типа вы тоже будете сражаться с нами нет не нас очень мало мы нам нельзя участвует сражение может к нам теперь очередь как или вот я значит такой блять ну и базе чему пытаюсь вот я подхожу короче к сэнду с оружием и смотрю чем можно тут выбрать вот чтобы разъебать эту дверь бану смотрю вижу блин какая-то кирка на хрен беру ее подхожу нафиг дверей и начиная лупить попытки развалить этот колюч главный замок говорит что он за шум на скрытность кинуть типа шум же разный может быть но ударил киркой по железной двери как-то высоко им силы должны дали чтобы это было бесшумно а может на силу типа или хочешь выбить с помощью киркой дверь ну да ну я по замку бить его так давай сила 15 ты нахуй выносишь двери отлетает просто в метр отлитая от мало я такой ваху я от самого себя ебаня крутой ну выходи так когда выпускаете его из клетки он будто ожидав то момента схватил рукой себя за грудь а после взмахнул рукой в сторону сграживающих ему стол сущев порывом ветра оттолкнул оглушил их после чего забрал свой длинный меч и столбовую стойку и убежал в сторону главаря босс и ни хуй не понял еще раз можешь прочитать то очень непонятно прочитал что он сделал но он короче ждал момент как когда вот вы его отпустите у него с помощью амулета своего он воздухом оттолкнул тирая и сузуя в сторону добежал до вот этой хуйни где был его меч взял его и побежал в это место чтобы вот начало его боевой режим включился да все он падает ноги убить ну мы же сошли на том что будь что будет когда мы выпустим вроде бы я короче вот за секунду до боевого режима оборачивать смотрю что он выбегает использую на на себя из маскировка себя на хуй ну а как ваша ты маскируешь коробку сейчас подумаю подожди в гоблина маскируешь ты не можешь менять теплосложение мущества эти держу там свой рост немного да приду тогда не из-за эпохой куни он куни взял полную отмена отмена ну что драку начинаем давай боевую музыку рыбой а с кем мы в итоге деремся участковыми драться из глоблины будут драться с малом а какого вы будете с кем выдают они как бы на вас никто не нападает в данный момент без вам падает на гоблина нужно открыть всех и шуку и ню так я ее пизда моему экрану морально я ее пизда полные набирания происходят так дозмал влета заходит вбегает с мечом так так и и атакует гоблина около вас как же все неудобно стало в миг но промахивается около него и просто проносится мимо акте ход сейчас так но вы пони вступили или как я не знаю вы будете вы можете быть в этот момент но если вы вступаете в бой то будете ходить короче я хуяр гоблины перед нами спину своим даггером так давай только не брали у него брать 15 пиздец блять ты вообще ёбнутый майка в жизни убьем блять надо думать надо думать перед действиями типа вы не все сильные боги нахуй типа упали в эту ситуацию типа ты сам решил сейчас уебать в спину это пиздец хардкор какой-то короче я промахиваюсь типа я говорю мы можем мы можем оправиться от ветра вот вот я такой вижу блять это говно и нападаю на этого гоблиняру мечом своим коротким так ну давай меч меч нажимать 10 понятно урон похуй я снова промахиваюсь такой опа опачки ай-яй-яй и смотрю на него переход в сони . нахуй мы вообще на гоблинов нападаем надо было на мужика там нападать дааа его нужно ранить чтобы он типа не смог сражаться и утащить его нафиг раненого и все уже поздно да твою мать я буду бить мужика я не знаю как вы там с этим гоблином я буду бить мужика извините так ты будешь бить мужика когда на нас озлобятся не только гоблины но и мужик и мы будем сражаться и с гоблинами и с мужиком на меня не должен злиться гоблин потому что я вообще ничего гоблину плохого не сделала ну так ты вместе с нами пришла а мы еще гоблинов пиздим это все до свидания ааа ты не знаешь как у них логика работает только бог знает ну тоже я так ладно давай я попробую мужика ударить мужика ну давай давай я короче кидаю топор нет я луком стреляю я стреляю луком мужика давай у него лад 18 в броне и сейчас мы вообще в хуйне помню ну блять я промахиваюсь жестко и готовлюсь к смерти ты промахиваешься но мужику в принципе похуй он очень сильно хочет бить гоблинов так ход тирай я значит сразу огнем его попробую фигатить так давай я надеюсь ни в кого не попаду кроме него разумеется кого мужика да да нет так я буду кинуть лодку есть 12 12 ты падаешь и фул урон на него 11 урона у меня остается 10 хп так так теперь гоблины нападают злой гоблин около вас вот этот вот чубрик очень назозлен то что вы вдвоем пришли на него напасть хотя он вам доверял и решает нападает напасть на на сиренады так уникал с барниковим тимур серена не знаю мне похоже 12 вроде так он попадает и наносит эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ У нас 4 урона. Выбись. Так. Вот этот вот хуй. Нападает на Дензела Вашингона. И он промахивается. Он просто пытается дотянуться хотя бы до него. И все. Гоблин в дальней части комнаты стреляет из лука по Дезмолу. И почти упадает. Среда проходит по волосам Дезмолы. Но это тщетно. Тут встает главарь гоблинов. Достоинство копьё метательное из спины. И кидает прямо в Дезмолы. Попадает по нему и наносит. Вы не представляете. Как у него хп? А вот здесь. Десять. Десять. После поджога. Десять. Ууу. Два. Так. Восемь плюс... Сколько? Блять. Я проебал. Восемь плюс два. Он падает ему в голову нахуй и сносит его голову копьём. Отлетает. И вонзается в стены. Дезмол умирает. Айф. Надо унести труп. Мой ход, наверное, да? Личей. А, нет. Это Сиренаду, наверное. Хоть Сиренаду, да? Я за громовую волну нахуй. И пятнадцать урона всем наношу. А у тебя как она действует? Каждая существа в пятнадцатифутовом кубе, происходящий от вас, должно совершить спецбросок силосложения, приправали, что получает урон громом 2d8, то есть пятнадцать. Я палкиваю там дети в футболе от вас. Дешил убить двух своих друзей. Я решил, я решил всего лишь испортить заклинание Броу. Что мне нажимать надо? Сила. Так. Сначала нужно кинуть... Кого это урон для проваливания? Пятнадцать. Пчё, пятнадцать. Нас все равно я кинул. Так, вам нужно кинуть телосложение. Тринадцать или больше. Тебе и Соня. Иначе хопить бы умреть. И нашел... Просто телосложение с левой. Сила, ловкость, а потом телосложение. Я мое. О, Толик получает... Семь урона. И в сторону расхакивает. Полина расхакивает и... Получает пятнадцать урона и держит при смерти. У него есть три хода до смерти. А около хил? Те две лечебные штуки, они могут лечить тех, кто приспит? Да, да. Сейчас, чей ход? Но нужно кому-то из вас именно. Так, это сделал... Так, теперь ходит Сузуя. На бявку я только им урон нанесся, а не гоблин. А, ну и гоблин, гоблин, гоблин. Остальные... Какой там радиус? Ну вот, тогда Газмал типа умер уже тоже давно, типа его убил, гоблин. А с ним все далеко. Я могу похилять Соню. Ты можешь не подойти, да, и зелья ебить. Ну, я такой, подбегаю, такой, в шоке смотрю, Соня, что с тобой? Открываю ее рот, маленький, достаю свое зелье и заливаю в рот жестко, вот, все, за залпом пьет. Сонькинь, 2D6, чтобы понять, сколько ты хотелось на него. Подождите, как понять? Д6, 2, да? Да. Ты сешу восстановлю? То есть у меня теперь 7 или сколько? Да, да. Газмал и может тоже... Подождите. Ты больше выбор, то скажи, не бог. А, я думал, спасти его можно. Мм. Так, теперь ходит... Соня. Блядь, ну я вот в этого гоблина, нахуй, стреляю луком. Зачем? Ну а хуй делать? Их можно убедить прекратить, дураку. Ну, для неубедимых, потому что... Блядь, этих нельзя убедить. Попробовать хотя бы. Чего вы не пробуете? Мне кажется, уже нельзя убедить, потому что... Ну, там будет жесткий этот предел, который надо перейти, потому что... Эй, двое на них напали, знаешь. Ладно. Я нанесла 6, я думаю. Так. У нас остается 1 пп. Ну, а наш критический успех бросил. Ну, вот не роляет разок. В атаке нет. Он... Ну, я тогда ножом добиваю. Его же. Так, ну ты далеко находишься, кажется. Ты можешь кинуть в него нож. Я могу кинуть в него. Это тогда... Тоже самое? Ловкость, да? Нет, просто то же самое. Тоже самое. Да, ладно. Так, ты выпадаешь в него. И добиваешь. Каким образом? Куда ты попадаешь? Короче, кинжал у меня не очень такой длинный, но он попадает четко ему промеж глаз. И, короче, там застревает. И все. И он падает. Он падает и стекает кровью. Так, теперь ход гоблинов. Так, ходит сначала пиздюк гоблин мелкий. Так, он нападает на Кирайбш. Он вообще ближе. Стреляет из короткого лука. На безоружного. А, и он промахивается. Стрела улетает просто куда-то в стену. Так, теперь главарь гоблинов. Бежит, натирай. И пытается ударить ее мечом. У тебя 11, да, главарь гоблинов? 10. Да. Так, он попадает в тебя. И наносит 6 урона. Так, приходится, Ренат. Так, сколько хп у тирай осталось? Три. Три? Ага. Сколько у большого гоблинов босса хп? А у этого мелкого? 7. Я им за порочное издевательство на босса гоблина. Блядь, один пиздец. Ладно. А че это делает? Вы обрушиваете ряд оскорблений, приправленных тонкими чарами на существо, которое видите в пределах досягаемости. Если стель слышит вас, хотя она не обязательно понимает вас, она должна преуспеть в спас-броске мудрости или получить 1D4 психического урона и получить помеху в предыдущем броске атаки до конца следующего хода. А, ну так ты кидаешь на него помеху в любом случае, то есть может не попасть. Ну, кидаю помеху, да. Так, ну сейчас кидает, значит... И кидаю и стреляющее слово на Тирай. Так, Тирай получила плюс 6 хп, а этот получает минус 1 хп, босс, и в следующем атаке у него будет помеха. Угу. Так, теперь Сузуя. Ну, я, значит, кастую свою руку магическую и пытаюсь Тирай отдергнуть к нам поближе. Так. Нет. А у тебя эта рука, она... Ну, это спелл, да, но я не вижу где он. У тебя он первый, да, хуйня, ну, в заговоре. И я не знаю, где я это. Ладно, давай кастуй и отдергивай. Ты не сопротивляешься, Тирай, да? Неа. У меня не может быть больше 9 хп. Да? Ну, если ты максимум, да, туда. Окей. Так, ты отдергиваешь ее, ну, давай там, в какую сторону, ну, предзащитам ее, какую-то ты отдергиваешь. Ну, сюда, блин, к нам, блин, к друзьям. Так, так, ты сходил спереди, Соня. Соня. Ты замьюченная. Так, а ты по кому, по кому ты стреляешь? В мелкого стреляю. В мелкого. У него... Ты не попадаешь по нему. Блядь. Так, теперь Тирай. У меня нет оружия, поэтому я, наверное, побегу к трупу, у которого есть мое оружие, и заберу его. И ты тратишь на это, скорее всего, весь ход. Все, хорошо, тогда я там. Так, теперь уходится мелкий гоблин и стреляет из лука по Сузую. Нихуя себе. А ты сейчас нужно, а с той же стороны? И он по тебе попадает. У меня броня-то 12. Ну, а я лучше 16 бросил. И он наносит весь 7 урона. Подайте в ногу. 7-9, 2. Ключей лох, опущенный снова. Так, и приходит главарь боссов, который решает... У него есть способность мульти-атакы. То есть, он атакует два раза, может, атаковать за ход. Наигрались, блядь. Но, из-за того, что... Динозавр повесил ему помеху, у него на эти же два хода будет помеха, на эти две атаки. Так что... Не факт, что он еще попадет своим копьем, который он кидает как раз-таки в динозавра. Динозавр повесил ему помеха, на эти две атаки. Сколько там у тебя? 12. Он попадает. И... Наносит... Восемь урона. Помеха там... Как работает? Ну вот, видишь, там 24 выпало 14. То есть, работает 14. Но у него все равно не хватило. Не хватило. Так. И дальше он подбегает к Соне и пытается ударить ее мечом. И не попадает по ней, просто ударяет на землю своим мечом. Так, переходите к динозавр. Порочное издевательство на... Главаря. Блять, на кого? Как? Он похуй. А это это разклинание или заговор? Заговор. У тебя остается еще один после этого. Угу. Так, ему надо кинуть теперь на мудрость. Он не кидал тогда, по-моему. Кидал, он не получил. Он получил фулл урон. Я думаю, там будет облакать один урон. Я его получил. Так. Он... Так, получает фулл 3 урона. У меня столь смерть какой-то. И помеху. Да, помеха осталась. Так, теперь с Зоя. Ааа. Я, короче, нашел к спелы. У меня реально спел на рука. Ну, короче, снова кастую руку. Хочу задушить главаря. Я нажал на спел. Чего у меня вообще? Рука не может атаковать. И активировать. Магический бред. Ааа. Ааа. Блядь. Ну, тогда я... Ну, тогда я... Можем откатить. Тогда я перебу. То, что я тебя не призвал. Ну, ладно, тогда. Башить его. А что? Так. Нажимаю мяч. Восемь. Ага. Обосрался я. Ну, блядь. Такой замахиваюсь нахуй. Шух, блядь. В землю. Надеюсь, он испугается. Так, и ход приходит, Соня. А сколько хп у кого? У босса гоблина в 17, у гоблина в фулл хп 7. Ну, у другого. У гоблина в фулл хп 7. А у нашей? А у вас, я не знаю. Мне два. Мне два. Мне два, да. Серенат, у тебя сколько? Один. Ну, тогда, блядь. А я могу подбежать к Серенату и хилить? Я Серенату, надо что-то кидать, да? И Серенату накинует 2D6, чтобы понять, сколько он зафилин. 2D6. Мне надо кинуть или... Ну, например, сами решите, как хотите. Ты кидаешь, или я? 2D6. В прошлый раз я сама себе кидала, поэтому кидай сам. Кому, блядь, что? Я хиляю тебя кинь, 2D6, чтобы знать, насколько ты захилился. На 6 хп. Тут он. Все. Так, приход-тирая. Можно кидаться факелами, которые есть? Ну, можно все что угодно. Они подожженные и кидаются, или нет? Да, они горят сейчас. Это, конечно, имя, что, которые на стене висят. Ну, да. То есть... Погоди, они далеко. А вот что у меня? А, у тебя-то... Ну, это будет целый холод. Ну, тебе надо поджечь, если у тебя, что ли. Эээ, я могу. Блин, это слишком долго. Я подбегаю и, короче... Тем, что у меня появилось в руках, его... Чупырнуть. А что делать? А что делать в руках? У меня кинжал, который я достала из головы предыдущего гоблина. Блин. Так, ну ты попадаешь по нему. Ты, конечно, ему это зубочистка, это... Одни урон ты наметишь. Да, соглашусь. Мер 16 хп. Так, теперь ходит гоблин. Мелкий. Тупица! Стреляет в Соню. Из лука. Попадает. И наносит... Три урона. Так, и... Главарь боссов с помехой нападает на вторая, что он разозлил своей атакой. И... Промахиваясь над головой мечом. Убьет и промахивается. Ход сиренады. Ну, блядь... Я не знаю, нахуй. Тепу дня мы въебали. Мы можем сбежать. Мы можем сбежать. Мне кажется, если получится. Ну, типа, есть такой шанс. Можно... Офигенно. Можно труп этот привязать, короче, мужика веревкой, утащить его, сбежать. Блядь. Все в том, как важнее сбежать. Это полная хуйня. Я подбегаю гвосу гоблинов и хуяриво кинжалом, блядь. Где упадаешь по нему? Я надеюсь, есть два урона. Вот это да, блядь. Невозможно было бы... На следующий сенец КП. Заебись. Угу. Супер. Так, ход Сузуэ. А, блядь. Да, значит... Как остану руку и его шлем натяну ему на глаза, чтобы он ничего не видел. Это можно. Такое возможно? Да, да. Ну вот. Я нажимаю на руку. Как мне кинуть ее? Типа, кубик. Нет, нет, она все погодит. Ты можешь делать ей вот все, что ты сможешь в пределах его невозможности. А, ебать. Ну все. Я, короче, беру эту шляпу нафиг его. Я втягиваю плотно на глаза, он слепой такой. Так, окей. Он не видел сейчас. Я такой еще под конец кричу. Ребята, пока он слеп, давайте сбежим. Я соглашаю. Я соглашаю сбежать. Давай. Я, короче, побегаю к трупу. Кто из этих? Вот этот, да. Да, вот этот, да. Подбегаю к трупу и... Блядь, я правда меньше его в пять раз. Я бегу к тебе на помощь. Я, короче, можно я... Сил, наверное, надо, да, кинуть? Да, силу... Он еще в латных доспехах, типа. Блядь, его ожерелье... У него ожерелье на шее, ебаный урод, блядь. А чего у него ожерелье делал? Ой, блядь. Ожерелье я его сейчас скажу. Просто снимите ожерелье и съебем отсюда. Так, его ожерелье... Это треугольный кулон с выражением на нем двуглавого мантикора. Вы можете коснуться кулона, а после смахнуть рукой в одну из сторон конусом в 10 футов. Из руки устремится сильный поток воздуха. Существо должно совершить подбаток силы со сложностью 13. При провале оно переместится на 10 футов от вас. И будет сбито с ног. Короче, я касаюсь его этого кулона, блядь. И вот это делаю в сторону главаря. Так, ему нужно кинуть подбаток силы сейчас. Но сил у него много. Но это не помогает ему ни хуя. И он отшевыривается в сторону и падает. Так, ход... Ход-тирая. А мы можем еще раз использовать эту хуйню? Ну, тирайя близко, по идее, да. В этого кинуть, в другого боблина. Я же просто с вашей, я так понимаю, использовала. Ну да. Забери у него. Забрать? Ну да, чтобы у нас было. А, его туловище. Короче, можно ли его раздеть? Ну, можно. Надо время заметку это. Это пиздец, как много времени займет. То есть, короче, первым делом забирай у него это жерелье и пуляй в этого боблина, у второго. Да. Так. Он устоял на месте. Вот пидарас. А мы можем отрубить мужику просто бошку и только бошку привезти с собой? Я жерель мечтаю. Я говорю, вы можете всё. Давайте я реально так сделаю. Ну, просто голова легче. Вручающий ход будет, вот и сделает. Так, а, тирайя, всё. Так, этот валяется, он, кстати, пока что в ахуе. И стреляет гоблин. Стреляет по... А, тирайя. Попадает. И наносит. Четыре урона. Блядь, чуваки, вы вообще в своем уме нахуе. Как убили этого рыцаря, скажите мне, пожалуйста. Напомнился? Все гоблины его били. Как, как, как? Сожгли его, гоблины ещё били все. Ты уверен, что... Если что, голова сейчас находится на... Вот, короче, копье вот на ту стену, а на этом капле голова его. Потому что вы кинул, говорю, босса. Вообще. Я сам не сгенит сонил бы никакой в жизни, блядь. Блядь, давайте бошку заберём, идём и всё. Блядь, а как вас жерелика, что ли, где она вообще находится? И почему мы его не смогли снять, если головы нет, блядь? Так они не говорили, что они снимают. Так мы его забрали, блядь. Ну вот они забрали. Вы забрали его? Там не было никакой проверки, типа, я им ничего не говорил. Снимите башку просто, нахуй. Там просто то, что от башки уже мало чего останутся, огромный дырап. Блядь, да как и похуй побежали тогда просто с ёбанью без него уже, блядь. Так, чё, вы убежали? Ну, вы убежали? Сейчас, этого, динозад, да? Ну давай, динозад, думай. Этот встанье, а этот ничего с ним, да? Да, да, он, да. Я на него кидаю последнее порочное издевательство, наши три урона мы съёбываем нахуй отсюда, убегаем. Ну и, так, напомню, там ещё гоблиняра был. Может он ушёл? Мы скрытность, мы скрытность кидаем, мы скрытность кидаем и, ну, типа, мимо него проходим, он пиво варит, он занят. Если чё, блядь, если вы не помните. Подождите, подождите. Ты кидаешь на него, но он завалит, бежит в это всё время. Блядь, ты заебал душить нахуй, гейммастер ебучий ты, блядь. Я могу сделать... Блядь... Короче, есть заклинание, что я могу какие-то предметы создавать, через которые, как бы, можно проходить, но они всё равно, типа, визуально есть. Я забыла, как это называется. И, короче, стенку нафиг зафигачить, чтобы он остановился и нас не догонял. Вот тут, вот так вот? Вот тут вот. О, блин, я не могу показать. Прокуплен, проводи по крану. Ага, ага, всё понял. Так, давай. У меня что-то тыкать надо или я вот так сделаю? Ну, если там не требует ничего, никаких проверок там... Ты можешь рассказать. Короче, сделала типа, да, стенку. Он... Нет, это плохо фокуса. Он супер остановился перед ней и не понимает, что происходит. Ну и всё, мы не будем, нахуй. Ага. Раскрытость не будем нашмакать. А говлян тут еще тепло. Говлян стоит ему, он варьпил. Но всё, он не знает, что происходило. Мы говорим, пока. Пока-пока, ариотища. Нет, блядь, это просто пинец. Так, теперь мне нужно понять, что произошло, блядь. Какой-то пиздец произошел. Мы в идеале жерели хотя бы? Да. Да. Так. О, блядь. Так. 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 Я пойду пассу, нахуй. Давай. Гейммастер, рубленый балл насущий. Я, конечно, предлагаю пойти обратно к мэру и сказать, что все сдохли. Ну, так и остается, мне кажется, все, что нам остается с ней. Мэру и век, а этой девушке. Да, на девушку эту похуй. Ну, кого встретили, блядь, или девушке. Ну, вторая женщина его. Мэру и век по-похуй. Ну, как бы девушку она вроде бы наняла. Ну, это так, девушки. Ну, вообще, мне даже нравится такой расклад, потому что не хотелось бы, когда вот какого-то хиппи-энда типичного. Реализм произошел. Я говорю, до которого у тебя жопа сгорела, что, оказывается, нельзя в секторе от убивательных, когда он видит. Участники этого звонка могут создавать клипы. Нихуя себе. Подождите, скуляли мы в баре, мы на привал пошли. На привал пошли? Да, на привал. Да, на привал. Так, я собираюсь всех вместе, говорю. Какого хуя сейчас происходило, блядь? Не только мы собираемся, блядь, персонажа, нахуй, я сам. Какого хуя сейчас произошло, ребят? Можете как-нибудь объяснить? У нас ничего не получилось. Ни в ту, ни в другую сторону. Блядь, какой у нас был план? Какое у нас было задание? Давайте с этого начнем. Кто именно сказал? Еще раз, что? Спасти дезмало. И вернуть его. Так раз нам надо его спасти. Какого хуя вы начали по нему шмалять? И убивать его? Потому что я не хотела убивать гоблинов, потому что их много. А чем они тебе сдались, эти гоблины? Блядь, нормальные пацаны пиво, блядь, варят, нахуй, беднякам деньги дают. Хулия их. То есть в нашей ситуации, нормальная была ситуация, когда мы оба попытались ебнуть гоблина, они нас обозлились, а потом мы решили остановить единственный человек, который был за нас. И, ну, у тебя... Ты же понимаешь, что у нас обратной дороги нет, как бы. Мы не сможем гоблинов переубедить, потому что это тупые существа, которые не понимают нихуя. Мы попытались их атаковать. Их не обмануть. У нас не получилось их обмануть уже. То есть они уже по дефолту агрессивно на нас настроены. У нас была задача освободить мужика, которого держали в плену гоблины. Если у нас эта задача, мы должны чем бы как бы то ни было спасти этого мужика, даже если нам придется перебить всех гоблинов. Мне они нахуй не сдались. Я не навяжу гоблинов нахуй. Я не навяжу этих гоблинов. Почему мы решили их засейвить? Почему мы решили остановить мужика? Я, блядь, до сих пор не понимаю. И почему гейммастер решил, блядь, этой хуйней выдать 20 хп, блядь, или сколько у него? 50, нахуй, 30 хп, блядь. Это слишком дохуя. Блядь, я не собиралась помогать этим челам, которые, нахуй, блядь, пидорасы какие-то, блядь. Ой, я такой богатый, у меня забирают одежду, и вообще все гоблины пидорасы. Я, например, была за гоблинов, блядь. Я не знаю, хуй ли ты был не за гоблинов, блядь. Мне похуй на это задание, потому что нам вообще нихуя не всралось за это задание. Блядь, сдохли, мы забрали амулет. Блядь, разве мы не в плюсе, нахуй, с этого? Теперь мы не получим опыта за задание, не сможем прокачать уровень себя. Мы, блядь, придем туда и скажем, нахуй, все сдохли, мы пытались спасти. И нас за это решат казнить. С чего, блядь? С чего это, друг? Нам же не мэр какой-то дал задание, а просто бобень, нахуй, плачущая. Мэр вообще похуй было на это все. Ну, знаете, в принципе, вы правы. Достаёте, достаёте, короче, эту... гитару свою, нахуй, и пою песню, блядь. Водушевляющую. Просто у нас... Просто у нас полный разлад произошел. Мы разделились на два лагеря. Мы изначально пришли с заданием освободить мужика. Почему вы сразу не сказали, типа, мы не будем трогать гоблинов? Вообще никак. Если мужику пытается помешать нам, то мы его, блядь, убьем. Почему вы сразу не сказали? Я вообще к этому не готовлюсь. Мы говорили об этом, только ты, блядь, просто взял, нахуй, сказал, я, блядь, кидаю, нахуй, нож в спину гоблину. Потому что меня заебала эта ситуация уже, нахуй, меня задушила. Мы слишком долго копошимся на одном месте. Блядь, мне это не имеет никакого смысла вообще. Ну, одна половина из нас пыталась поступить по совести, потому что мы прониклись в истории гоблинов, то, что они варят классный пивас и помогают бедным людям. Вот, и мы хотели им помочь. А еще у них был сундук с золотом, и они обещали нам награду денежную, а эта чикса ничего нам не обещала. Вот, а мэру было пофиг, и как-то в ту сторону как-то интереснее было. Ну, я просто испугался этого, блядь, рыцаря ебаного. Я подумал, он сильнее о гоблиняров, ну и сразу на его сторону перешел. А бошку трёх секунд снесли, нахуй. Да, шок сузу я, не передать словами его этот момент. Так получилось. Всё, давайте спать ложимся, нахуй. Останавливаем себе силу. А мы хилим всё вообще себе, фул, типа. Да, да. А это было, сколько у меня максимум было? 9 у всех. Нет, там даже будет написано. А, всё, я увидела, да, у меня 10. Ой, блядь. Так, наступает утро. Ох, ну, что будем делать? Ну, отправляемся к этой. Так, с к этим кулоном жезла... Это, Катя, я написал в чат, у кого сейчас находится, можете себе куда-то написать, это, ну, типа, там, писем по теперь, ну, то есть это ваш предмет теперь. Это у Тейрай. Это у Тейрай. Теперь Тейрай решать, что с ним делать. Я считаю, что нужно в этот раз как раз-таки заранее договориться совместно. Ну, по-моему, кулон достаточно интересный, и стоит его оставить себе. Маловероятно, что нам за это что-то, за это здание что-то дадут. Ведь никто не спасен. Мы можем сказать, что мы ничего не нашли, ни кулон не нашли, ничего вообще, все сгорело нахуй, все сдохли. Да, неплохо. Айф, тогда оставляем себе. И про него ни слова не говорим. Серенат, у тебя какой план, возможно, есть, чтобы заранее не слушать? Нет, нет плана. Ну, что тут так и делаем? Почти, наверное, в паверну, да. Так, мы вернулись в таверну, там вас ждала девушка Дезмала. Выйдя вас на пороге, она сразу же подбежала и с надеждой спросила. Ну что, спасли моего парня? Я почесал голову, просто смотрел в пол. Я говорю, мы его даже не видели. Возможно, он где-нибудь спился, валяется. Короче, не было его нигде. Не нашли. Девушка расплакалась и убежала от вас. Да-да-да. Ну, хей, там, вроде нам бармен обещал еду, выпивку недавно. Таверничник узнал от неё эту новость, о том, что Дезмал умер, и благодарен вам, что вы не стали их убивать. И весь последующий вечер вы провели, веселясь и отдыхая в таверне, выпивая вкуснейшее гоблинское пиво. Ну, хоть какой-то плюс. Он не знает. Всё, и вы получаете каждый по уровню. Ура! Ура! Вы сейчас будете прокачиваться, или потом? Ну, сейчас. Я потом, потому что меня надо разобраться. Как? А как это делать? Я не умею. Заходишь к себе в лист. Угу. И там... А сейчас закрыться у меня. Вот сверху, где написано Драконик, Блад, Соркер один. И там справа такой молотный наковальник. Вижу. И там вот нажимаешь, там левел ап, типа, и... Прокачиваешь, что тебе нужно. Угу. Ага, подида. Я не вижу левел ап. Сверху такое накование нарисовано красненькое. А, то есть это, ну, типа, не быстрый процесс, не автоматический. Угу, там, типа, и славные. Там, ну, да и новую еще какую-нибудь. Нет, тогда надо подумать, ладно. Ну, я хотя бы поняла, куда. Блин, надо не забыть. Ну, сначала у меня не очень удачное, но... Вроде... Просто я раньше в дэндэшки не играла. Ни в одну. Ну, я могу сказать, что у меня, кажется, сегодня первый раз нормальная дэндэшка. Я вообще боялся проводить, потому что у меня после предыдущего травмы... Вот такое вот... Вот такое вот... Включение. Там это, типа, и нужно, там была... И там была задумка такая, чтобы... И воспроизведение было, типа, по ситуации. А был какой-то...